Я нахожусь здесь со своим сыном, мы с Украины, моему сыну 33 года, у нас проблема с наркотиками где-то с 15-16 лет. Как бы мы уже прошли ряд реабилитационных центров, в том числе 12-шаговые центры. Как бы результат был очень короткий, максимальные 3 месяца, и это уже превратилось как бы в передышку. Я отдыхала от сына, он отдыхал от наркотиков, набирался здоровья. Для следующего забега как-то так, все это было очень тяжело. У него за это время употребления было два брака, родилась дочь, все это естественно было в период приема наркотиков. Семьи распались, началось охлаждение к дочери, дочери уже более 10 лет, скажем так. Но никакого понимания с отцом, кроме как просьб папа, стань наконец трезвым, ну как бы не было. Она понимает, что у папы есть проблема, понимает какая проблема, живет с ненавистью к наркотикам, к образу жизни, который связан с наркотиками. За эти годы потеряно буквально в нем все человеческие чувства, которые вот были, которые присущи вообще человеку, они потеряны. Это не любовь к ребенку, не любовь к матери, это вообще никаких эмоций, это полнейшее, ну как бы все время депрессия. И, в общем, нет никакой радости в жизни, в общем, даже сами наркотики ему уже радости не приносили в последнее время. Как бы, ну действительно для того, чтобы он остался жив, это были реабилитационные центры, на время уходили от проблемы, потому что это были центры закрытого типа. Туда он приходил недобровольно, и в принципе результата никакого, ну о стойком я вообще не говорю, даже вот такие кратковременные, 2-3 месяца, и опять начинали срывы, опять центр. Расскажите, пожалуйста, как проходило лечение, ну для тех родителей, которые будут вас смотреть, как проходило лечение, в чем особенность, какие вы видите результаты, плоды? Я поняла. Ну как бы сначала о том мы искали, вот я уже искала очень много вариантов, чтобы все понимали, как бы я понимала, что я теряю сына, при том теряю то, что уже как наркомана, как личность я уже потеряла сына давно, я уже понимала, что физически мы тоже подходим к какому-то рубежу, потому что, ну как бы это невменяемость, это неадекватность, это все уносится из дому, это, ну как бы, тем более мы жили, как бы он живет отдельно от нас, и он замыкается в этом своем пространстве, в своем доме, и мы не можем туда попасть, потому что все ключи он забрал у нас, и мы даже не знаем, что там происходит, пока он не выйдет на связь или не позвонит. И вот когда эта ситуация уже как бы дошла до края, как бы я попыталась достучаться до него, начала искать в интернете и в принципе нашла информацию о клинике Василенко. Я очень внимательно просмотрела все видеоролики, прочитала очень много, и как бы попыталась донести эту информацию сыну, ну нужно сказать, что он услышал. Может быть он сам уже начал понимать, что он идет куда-то не туда, и как бы мы обсуждали это долго, потом позвонили в клинику и нас приняли. Мы приехали сюда, ну в общем-то, наверное, я не хочу, чтобы родители тоже испытывали иллюзию, и я сама, и мой сын как бы думали, что это все по, как бы какая-то волшебная палочка, взмах палочки, и все будет как бы на блюдечке, то есть наркомания уйдет. Оказалось, что это очень тяжелый труд, первые три недели пребывания здесь как бы сын вообще отстранился, он практически не принимал участия ни в каких программах, не прислушивался к рекомендациям, ну упорный труд, конечно упорный труд психотерапевта, психолога, очень много с ним говорили и наконец-то как бы достучались, начало что-то проявляться, какой-то интерес к процедурам, интерес к тренингам, интерес к сеансу, уже что-то начал чувствовать, как бы впервые за 16 лет, я вспоминаю, первый раз он вышел с сеанса, и вот эти слова со слезами можно сказать, мама, прости, это было как бальзам на душу, я действительно не ожидала этого, и как бы это чувство нельзя описать, ну как бы сравнить ни с чем, но к сожалению все оказалось не так просто, как бы мне пришлось уехать, и как бы приехала его девушка, и в этот момент что-то сработало не так, и сын из центра ушел, но как бы особенность этого центра, здесь никто никого не держит, ну наверное вы читали, знаете, если не заставляет остаться, то есть если человек принял решение, что ему это не надо, как бы есть другой какой-то путь или вообще назад, то он уходит, мой сын тоже ушел, как бы приехал домой в родной город, и попытался начать употреблять наркотики, но видимо он вернулся уже не тем, то есть те, да, на самом деле он вернулся уже не тем, каким приехал, потому что как бы это не сработало, как по его словам, когда он уехал, он сразу же буквально стал проситься назад, и как он говорил, я уже и не тот, что был, и еще я не был, да, да, ну дело в том, что как бы после тех, сеансов, которые как бы проходили, и действительно они остались как бы и в памяти, и в сердце, и в душе, то как бы он постоянно напомнил слова докторов, психотерапевтов, да, что наркотики это смерть, боль, страх, и как бы он даже не мог спать, когда он вернулся, он постоянно слышал эти голоса, как бы какое-то напоминание, что это путь в никуда, как бы я сразу, когда он уехал, я сказала, все, теперь все без меня, и выходи с этого положения сам как хочешь, три дня он не приходил домой, потом пришел ко мне, стал уговаривать, что мама, давай звонить на центр, мне нужно туда возвращаться, я знаю, что мое место только там, ну как бы я предоставила ему возможность, дала телефон, в принципе он сам звонил, просился, после такого неадекватного поступка, это уже прошло три недели лечения, конечно, нас не сразу взяли назад, и я думаю, что это такое, да, отказали, и поэтому ему пришлось как бы упорно добиваться, чтобы все-таки, ну он вернулся и закончит лечение, и для него это было, как бы, что не все так легко, дается в этой жизни, это как бы сработало для укрепления его в трезвости, его решения, и уже когда он как бы позвонил буквально вот последний раз, когда было, когда ему разрешили вернуться в центр, то это было море радости, это были такие позитивные эмоции, что в принципе вот тогда я поняла, что у моего ребенка есть шанс стать как бы трезвым, и мы ехали вот всю дорогу сюда, да, он только и говорил, что он приедет, он обязательно станет трезвым, и дороги назад уже точно нету, как бы, и действительно вот по приезду он активно участвовал в сеансах, во всем, принимал везде участие, мне очень понравилось, что он говорил с ребятами, которые только приехали, говорил, что без, то есть тут действительно помогает, он рассказывал уже свои эмоции, как бы после отъезда, что он чувствовал, что ему только сюда надо, ну как бы, вот так. А как вот вы видите, вот он сейчас, на данный момент, ну буквально завтра, сегодня, да, мы уезжаем, да, как вот основные изменения, что он улыбнул? Ой, ну вы знаете, мой сын начал улыбаться, последнюю неделю он начал улыбаться, его улыбку, да, у меня слезы на глазах, я не видела улыбку, можно сказать, полтора десятка лет, то есть это была все время депрессия, все, постоянно это был телефон, что-то он там смотрит, непонятно что, общается, может быть, в соцсетях, сейчас мы начали разговаривать, мы очень много говорим, мы гуляем очень много, то есть у нас наконец-то появились какие-то общие темы, мы как бы, он строит планы, я как бы, ну, подсказываю, или может, он спрашивает советы, во-первых, такого никогда не было, да, мы стали близки, в общем, это лечение, как бы, оно действительно сближает, и вот большая польза от того, что тут именно есть сопровождающие, это и для меня, я для себя, в общем-то, тоже, вот после работы с психологами, на этих тренингах, я для себя тоже очень многое узнала, я узнала, какие ошибки я совершала, что можно делать, и что нельзя делать, и я уже думаю, я никогда не повторю, то есть, да, никто не гарантирован от срыва, и мы обсуждали эту тему, как бы, что, ну, это жизнь, все-таки, все возможно, все, но теперь я думаю, что у моего сына, вот, как бы, первый советчик, помощник, как бы, я, потому что он действительно прямо об этом говорит, что не дай Бог, что, ну, как бы, я верю, что этого никогда не будет, я тоже смотрю, у меня есть уверенность, потому что, как бы, вот, когда он уже вернулся на центр, это было вполне осознанно, и, как бы, я думаю, что это будет очень крепкая трезвость, наконец-то я стану счастливой мамой, женщиной, и смогу, наконец, уделить время себе, потому что все эти годы я много работала, и, оказывается, лелеяла болезнь сына, и, как бы, ошибочно думала, что я, да, да, я на самом деле взращивала его погибель, а думала наоборот. В общем, за время употребления сына было очень много центров, хороших, плохих, я не берусь там судить, как бы, что поразило меня здесь, в этом центре, здесь, в наркомане, видят человека, как бы, мне очень нравится, когда доктора говорят, наши ребята, ну, в общем, как-то, и им, ребятам это тоже очень нравится, и тут такая, в общем, сама атмосфера, родители там, вернее, даже не родители, сопровождающие жены, тут есть, значит, сёстры с братьями, которые употребляют, есть бабушки с внуками, ну, в общем, кто самый близкий к наркозависимому, и вот мы имеем возможность, да, или меняются, да, 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 и детки приезжают в гости, да, и как бы, мы имеем возможность тоже общаться, как бы, из истории друг с другом, как бы, черпать что-то для себя, делать какую-то работу над ошибками, и что я могу сказать, вот, ну, не надо медлить, если мы, если узнали, что, не дай Бог, как бы, родной человек зависимый, я думаю, что это именно то место, куда надо ехать незамедлительно, здесь будет оказана и психологическая, и психотерапевтическая, и просто медицинская помощь, и, как бы, для нас, для родителей, просто по-человечески, ну, как все вот мы обсуждаем, да, которые сопровождающие, мы говорим, что здесь мы чувствуем себя защищенным, и любое какое-то изменение в настроении своего близкого, употребляющего человека, уже здесь они выздоравливающие, да, как бы, мы имеем возможность спросить совета у наших докторов, и на любой ответ получить здесь, как бы, на любой вопрос получить ответ. ответ.